И всем привет! Вы на канале VDroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы посмотрим новую игру. Metro 23 Wars. Порекомендовал мне пользователь с ником Элитный Пехотинец. Спасибо тебе, дружище, за это. Вы также можете порекомендовать мне любую игру. Просто напишите в комментариях. Я сделаю про неё видос, а ваше имя укажу в названии видео. А если она зайдёт, то ещё линии кулетсплеев замутим и ещё вместе с вами побегаем. Ага. Итак, Metro 2033. Я вообще не знаю сюжета. Я не читал книг, не играл в игру. Потому что игрушка у меня не шла, а книжки я немножко другие читаю. Так что это всё будет для меня в новиночку. Но Элитный Пехотинец, я знаю, что ты фигни не посоветуешь. Игра должна быть крутая. Так, что нам предлагает разработчик? Какой дурацкий стал этот интерфейс Google Play. Жесть. У нас есть здесь много картинок с пояснениями. Смотрите. 23 фракции, 187 станции, 24 уникальных юнита. Круто, да? Основана на бестселлере Metro 2033. Ну, тоже, наверное, норм. Значит, по лицензии, если они это не скрывают, и значит, всё официально. Игра полностью на русском. Крутяк. Пошагиваю бои, стратегия, экономика теперь с PvP. Крутяк. Выживешь ли ты после апокалипсиса? По интерфейсу вижу, что это уже игра. Это не какие-то рисуночки, нам показаны вдалеке там. И вроде какой-то пошаговый геймплей по типу, может быть, XCOM или Space Wolf. И всё остальное мы видели. А разработчик пишет, выжить после ядерной войны. Metro 2033. Пошаговая стратегия. Полностью на русском. Вот такие вот пироги. Bigfire пишет. Рубрика «Комментарий дня». Точнее, топ-комментарий, да? Игра очень понравилась. Проходил много раз. Пару раз забросил, но не более чем на месяц. ТКК. То есть так как игра заставляет вернуться каждый раз. И я пытаюсь пройти её снова и снова ещё до самого финала, пока ни разу не доходил. Хотя... А хотя мы узнаем уже сами. Давайте в бой врываемся, жмём паузу и так далее, да? До супа студио. Только это мы увидели. Всё. Выберите сервер, на котором будет сохранён твой прогресс и покупки. Обязательно создай аккаунт. Ладно, я пока поставлю на паузу, сделаю аккаунт. Какой сервер выбирать? Ну, наверное, Metro 1. Metro 2 какая-то змеюка там ползает, я боюсь. И сразу же, смотрите, я не могу изменить имя, потому что мне не хватает джетонов. Наверное, надо как-то их нафармить. Либо купить. О, да. Ну, ладно, пока побегаем ноунеймом. ID 6588952. Короче, ищите меня в клубе с таким именем. Так, компания приквел настройки. Что нового? Приквел рассчитан так, чтобы во время игры не пришлось ничего больше докупать. Ну и если не пытаться быстро убить всех. Окей. Не знаю, что хотели этим сказать. Ну, наверное, норм. да гоу компания тут по ходу одиночка что или ничего подождите к настройки лангуги оцени нас удалить аккаунт такие там пашка ну давайте обучение пройдем мы же ну басы бойцы гмч и кипящая кровь уязвимы к электричеству до супа studio презент нажми для предложения окей люди слишком долго жили беззаботно они забыли что такое война атомная пламени свыри верглась с небес гордые народы могучие стороны все сгорело и обратилась в прах печаль только в глубинах метро люди нашли спасение успев отгородиться от огненной смерти короче кто ехал на работу в метро без машин и выжили остальным кердек а на поверхности возникла новая жизнь жестоко и уродливая как та война что ее породила видели там этот был свыжеватель микронов и тысячелетия назад наши предки вышли из пещер но сейчас люди вновь загнали себя под землю окей но последние представители человечества не сплотились нет они грозились за оставшиеся крохи некоторым выжившим повезло и правительственных убежищах сохранился до военный порядок и это те убежище как фоллауте да примерно плюс-минус твоем бункере началась эпидемия придется покинуть безопасное место ради того чтобы создать лекарства где-то это я видел уже да а тогда мы искали этот очиститель воды если на станции есть защитные пулеметы то это уже подсказки пошли или чего я думал загрузка добро пожаловать в мир метро 2033 чтобы пропустить подсказку нажмите на экран и нажми для продолжения я не прочитал капец так цели и интерфейс такой простой как будто какая-то знаете флешка таких девяносто девятых годов там петька и василий иванович или космические рейнджеры первые список задач окей я понял список целей я понял по до подробное описание так нужно очистить станции окей вау это как монополия какая-то смотрите какая-то блин герои его в героях также ходы пролистывались или в этих время тотал варя ты находишься на глобальной карте нажми для продолжения куда нажать на окей станции который ты захватываешь будут обозначены на глобальной карте символы символом твоей фракции знаком атома атома да нажми на иконку отряда где ты вот это нажми два раза на ту станцию куда ты хочешь попасть сорян битва за станцию севастопольская справа твои бойцы слева бойцы противника ok в бой в бой в бой занимайся спортом самообразованием тогда ты сможешь выжить даже если случится третья мировая война это уже подставка подсказки для реала да это панель очередности действий она зависит от параметра инициативу бойцов это больше даже похоже на каких-то героев мне кажется дам боец который может сейчас действовать отмечен зеленым кругом ok вот он зеленый круг с получением опыта у бойцов появляются новые навыки где-то ясно цели которые можно поразить может поразить боец этой позиции я понял нажмите на крысу чтобы начать атаку нажимаем хлобысь нифигася крутяк хлобысь ну да это герои короче прикольно герои меча и магии мне нравилась игра третья часть и пятая то что и невал делали пруще от невалов прикольные пацаны поднимают точнее поднимали игропром и отечественный и до поднимались нажми на зеленую область для перемещения бойца и ну все это понятно это можно мне не объяснять плавали знаем чуть-чуть потише сделать нормально а вот у есть а белочка да то есть давайте посмотрим что это такое ну давайте что вот это вот вот это плюха мне сильнее нравится чем-то куда-нибудь до 130 хп у нее до 5 нормально пицк на вскидку на вскидку ты будешь маль а пока не убьешь но вскидку учет нифига не на вскидку так ты кто огненный маг ну анимация конечно такая упоротая ну ладно по вахе бы чем такое подобное сделали если есть что-нибудь подобное по вахе обязательно напишите это в комментах потому что я прусь вы знаете хил до полечить чем это отличается бойцы поддержки как например медсестра обычно стоят на задних рядах ну конечно это я знаю ну полечись давай вот ты давай 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 выбери раненого солдата вылечь его нажав на инфа кнопку куда нажать то господи вот сюда лечись 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 я нажимаю алё вот я на всех вот я нажимаю на него инфа кнопка алё у нас проблемы хьюстон я не знаю почему я неправильно залу я тоже самое 10 раз сделал и нажалось так это что у нас такое описание нету мне это не нравится это какой-то мужик с саблей да он типа фигачит ну давай вот это убей так что-то у длинная сабля какая-то это больше даже не героя какая-то корейские эти рпг я народ не стоит на месте просто это по очереди бьется это уже мне не сильно нравится нам но они вообще не передвигаются да ну понятно ну убивая его чё дают со скила камушком кинул но боевка тут такая упоротая я бы даже эту боевку стипал все время грибы расходуются на содержание построек что это это вообще где логика вот в этой фразе грибы расходуются на содержание построек это валюта какая-то что ли ли чё грибы окей выбрать отряд призывать понятно мы уничтожили стою крыс но они разорили наш лагерь мутанты переростки прогрызли даже колючую проволоку нам нужно заново занять кей занять севастопольскую кей занять 100 патронов каких-то социалистических республик союз советских социалистических республик объект 13 это печать у нас такая объект 13 окей нам нужно отремонтировать освещение на станции поставить палатки окей мужик обустроить я тебя понял войти станциям здесь указана общая станция перейти тыры-пырым но это какая-то очень утрированная да и рачка да это список тыры-пыры красный желтый зачем я ничего не читаю ладно нажмите на кнопку строительства кей строим мы строим на патроны или чё это что это патроны реально ты ресурсы такие грибы патроны окей постройка будет завершена начале следующего дня закончить день дикие полюс тыры-пыры все со всех сторон идут да и потом там встречается начинается мясорубка мы построили ночлежку и теперь можем нанимать бродяг сталкеры не только проводят разведку поверхности и уничтожает мутантов но и порой воюют с мародерами сейчас у них появилось новое задание уничтожить бандитское гнездо варшавской разведчики в этом участвовать не будут нам следует разделить мобильный отряд их нет плану кей принято это сводка окей сожрали 9 грибов люди грибы едят и патронами заедают или чё или торгуют патронами а грибами едят они грибы содержат короче эти постройки я помню да так 11 минут я поставлю на паузу чку и так едем дальше чтобы нанять нажми отряды окей вот это что это понятно да на отряды которые можно создать здесь нажми на портреты бойцов для создания гарнизона и теперь они останутся на это как в героях да крестик мы отрядик освободили теперь нанимаем свободные места бродяга и это бродяга да художники тут угарные принято все или еще надо для уничтожения бандитского гнезда нужно пройти к станции варшавская но под чё подданные фракции ганзы живут на смежной станции не пустят нас окей открыть журнал обзора на закладке фракции найти в списке банду пики и объявить им войну найти в спа окей вот это вот это движуха да окей видите вот она варшавская вот здесь вот эти уроды сидят так журнал обзора фракции а чё записи нельзя окей подарить а теперь пиком надо войну объявить гипики вот объявить войну ты уверен да все миссия выполнена вот так вот нами крутят как хотят соседние фракции сказали объявить а мы объявили рады как дурачки своего мнения нет до база бандитов на станции варшавская хорошо укреплена у них есть турели и полный отряд головорезов неопытных но злых перед нападением на них нужно нанять еще пару хорошей на имеем еще пару цель переместить мобильный отряд нанять электрика она хорошо против турели и нанять шпиона она понижает инициативу врага окей отрядик наш стопа я ничего не нанял или мы вот здесь вот наймем отряды перейти вкладку наем шпион нанять а электрик нам влазит нет вообще электрик нанять этому сейчас у этих у пиков точнее как ганзов нанимаем или чем окей нанялись позиции что рукопашный боец нужно во второй третий ты всегда можешь поменять установку прямо перед боем а где первый ряд а вот они то есть мы все нормально так стоим да наверное нормально стоим я доверяю компьютером закрываем теперь группа сталкеров усиленная новыми бойцами может уничтожить лагерь мародеров окей нападаем все слишком долго нападай измени позиции бойцов зачем а ну давай вот это вот сюда поставим да вот сюда вот сюда вот и да вот так вот в бой я же правильно сделал правильно 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 выделив чужую станцию да надо ты можешь нажать на символ фракции перед названием чтобы сразу попасть в раздел дипломатии игрушка интересная да ну я чего-то другого ожидал если честно не героев все стрелка такая смотрите у них турели есть иногда на тактических картах ты будешь видеть ящики с бочками это укрытие за которыми могут прятаться более опытные солдаты окей а мы не можем прятаться за укрытиями и последнее тут заметил что бойцов под красной полоской здоровья есть полоска песочного цвета то выносливость каждый раз когда боец действует она уменьшается усталый был цепы так что делать там все уже атаковать кто первый бьет вот этот стрелок что-то умеешь как посмотреть что она умеет никак не видно не как ну давайте гранату сюда откинем что это даст уменьшение точности ok за дебафали их это кто это вот этот парень а где мой этот стрелок это обычная атака наверно до хлобысь уклонения замечательно точность вроде уменьшила этот дебил промахивает все равно это вызвать появится боевой пёс ну сов я люблю только ставить его некуда да зачем ты сюда пошел дурак что ли блин чувак значит ходить можно это уже хорошо так это кто стрелок кого убиваем вот этого парня давайте хлобысь промах чё я не так делаю почему он промахивается почему все промахиваются ты давай в упор стреляй хлобысь хлобысь от турели пофиг на огонь да а можно приблизить нельзя какая-то штука такая сотрите хлобысь урон электричеством удар тока крутяк что за пушка давайте ее попробуем вот смотрите по живому больше дамага да и вероятно нет а поэтому вероятность больше давайте по этой лучше хлобысь болевой шок у турели болевой шок же скач очень странная боевка невероятно странная но смысле она не странная она точно такая же как в принципе в героях плюс-минус но реализация какая-то не такая надо наверно ассистить чё давайте бьем турель очень маленький урон у всех и все миссают это что-то нечто какое-то трубой давайте его бахнем я хочу волка вызвать до сих пор боевой пёс появись почему ты ходишь почему ты в боевых псов не вызываешь это вот этим скиллом я бью да сейчас бам-бам-бам промах 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 турелька короче затанковала вот это какая-то жесть наверное все подгорят или только ты а нет я кидала тоже а нет смотрите взорвалось всем всем по ноль продамажила замечательно так давай собаку наконец-то вызвали ура она только со звездочками кого-то глушеная наверное из-за того что только вырезала так ну давай финиш хим это исцелиться наверное да добьем эту же сану турель замечательно а ты давай бездвиживый мы только в этом можем окей давай стреляй не хочу подходить будем стоять насмерть собаку за что чё на те сделала-то ассистем пофигащая пипи пипи ты четко гранату кинул да вот этот чё чем что-то говорят еще по-русски походу надо в дефу ходить короче то что у нас выносливости мало собака на ты будешь ходить нет что стоишь смотришь так у этого выносливости много так что мы им наверное подходим да ты подходишь нет туп 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 окей ну хоть ходить можно это уже радует так у кого меньше хипов вот у этого парня а ешь хотел поддыхать я хотел поддыхать ты по-любому отдыхаешь мужик ну ты еще по блюд нет нет давай ты подходишь на ты сто пудов подходишь собака о интересная собака это что такое хэдшот наверное да в кого стрельнуть хэдшотом давай вот у этого бэмс ну ты хороший стрелок да замечательно я бы сказал так ты давай поближе подходи тоже подходи давай отдыхай собаку убить не могут все стреляют собаку убить не могут ее жесть оооо камон так ты уже отдохнувший да ну давайте гранаткой аое так так ты пять девять ударишь а так ты ударишь двенадцать шестнадцать окей давай бей по турели хлобысь хлобысь на с ножа видали в турель тыкнули это вам не хухры и мухры никого ударить не можем просто подойдем собаку надо было в начале раунда кровотечения за что ладно давайте не будем пропускать бой быстренько его завершим уже будем заканчивать то что время дофига мы нифига не сделали ну а ты тоже нифига не можешь делать ну подходи поближе где наш огнеметчик нет это не огнеметчик давай ножом опять его тыкай хлобысь сейчас затыкает ножом и так ты кто вообще непонятно чем отличается ноль урона ну это хороший скилл хотя бы так ну этого бей огнеметчик а это собачка наша господи окей ну давай стрелок попадешь хоть раз давайте в этого я все рассчитываю на эту молодец лох лох я все рассчитываю на огнеметчик что он убьет всех вот этих вот парней 25 25 50 это точечная цель это какая-то волна смотрите давайте вот эту волну и нет он не потрес короче огнеметчик всех зарешал это что такое давайте попробуем уменьшена инициатива стрелки вы не очень я так скажу вам давай самурай хлобысь а ты ножом его тыкай дальше продолжай собакевич а ты туда не можешь подбежать да ну ты очень полезная а я понял по этой линии доступны все неважно можно не подходить короче до 50 на 50 убила молодец и давай финальный бой финальный удар е ну боевочка специфичная аутентичная бы даже сказал я такой не видел ни разу нигде по моему но сделана графика такая знаете но она прям отталкивает вот прям мне бой понравился но не понравился как-то тогда я могу сказать когда я хочу что-то сказать да ты победил сегодня ты победил и среди обитателей руин саженного мира прошел слух что из убежище появился появилась новая сила ученые ты поведешь их цели и знамя твое символ атома у меня воздуха уже нет в легких компания улучшения ванпостодов ну короче тренировку мне мы прошли игрушка какая-то неоднозначная но если сильно вам надо то можно по проходить я не против я люблю посидеть попариться подумать над ходами короче пошаговые игрушки мне нравятся но если вам игрушку понравилось можете скачать его сыграть если вы про нее не знали и коментах что-нибудь написать допустим свою любимую игру я про нее сделаю ну как я в самом начале говорил а так всем спасибо за просмотр всем пока играйте в крутые игры не знаю а а а а а а а